примерно либо вот в это место либо вот куда-то в угол может быть вот так вот в угол здесь вот здесь вот так в угол я планирую есть мысль такая сделать кормушечку для сухого корма именно для сухого то есть эта кормушка это кормушка чисто для сена для травки то есть сюда кладется травка они здесь ее едят как бы здесь падает солома но то что они не едят падает сюда вот они здесь остается она ну это грубо говоря подстилка будущее здесь скапливается вот и она не подойдет для сухого корма потому что если приложил где-то сбоку что-то это все будет засоряться опять же тем же самым сеном там земля будет все сюда сыпаться есть какой вариант сделать отдельно стоящую кормушку для сухого корма остаются только мысли по ее высоте но в принципе я так подумал что я не буду заморачиваться и сделаю первый свой экспериментальный вариант кормушку прямо на земле она будет стоять это типа желоба будет скрепленная из двух досок английской буквой в вот такой вот две доски вот так расположена стрелочкой вниз и все это скреплено по бокам по торцам рейками такими тоже досками отрезками чтобы она стояла ровно чтобы не падала там никуда чтобы стояла буквой в кверху то есть это доски такие будут она будет пришита к досочкам помимо того что они будут друг другу как бы пришиты сшиты друг с другом еще пытаться будут досочки выполняющие роль так вот кошка лазит на чердак вот выполняющий роль опор будут две доски по торцам остался вопрос по длине но опять же если я буду делать кормушку именно сюда вот так то длина вот это расстояние в этом замере от стены до этой кормушки если все-таки нет может быть все таки наверное нет то я просто поставлю сюда длиной сделаю но наверное планирую сделать ее из вот этой штуки из этого поддона просто две доски сниму из него пока и не буду их резать ничего просто соединить между собой как есть такой длины и их поставлю потом сюда куда-то а может быть и здесь вы стоять не знаю посмотрим ну все приступим к разбору поддончик и работаю я вот такими инструментами то есть это маленькая фомочка не знаю самая маленькая но она маленькая размер молотка обычного стандартно вот такой молоточек с зубцами зубцами фомочка вот такая и маленькая небольшая кувалочки чуть больше молотка которая и и ей вот значит разбираю носочки при разборке вот этих достачек планах о размерах этой кормушечки произошли некоторые изменения то есть одна достачка вот такими дефектами казалось и у нее трещина здесь есть там щели вот тогда вот она вторая доска треснула вот так до определенного момента то есть я сделаю размер этой кормушки скорее всего в размер того пространства все-таки между вот этой вот кормушкой и стеной вот это пространство чтобы она не поставила то в общем сюда как раз встанет вот эта кормушечка и размеры будут у нее небольшие где-то в пределах метра 30 метра 40 вот так замерил расстояние там примерно полтора метра ну так визуально и отступил по 10 с ним раз каждой стороны грубо говоря получается метр тридцать то есть кормушка у меня вы все-таки метр тридцать и не полезная длина поэтому вот так кладу рулеточку и отмечаю здесь с одной стороны метра тридцать с другой стороны уже метр тридцать и буду отрезать досочку то есть целую сторону досочки более-менее которые я оставлю на которой косячная с этими трещинами я это от пилю беру и то же самое сделаю на этой досочки эту сторону оставлю метр тридцать остальное все беру вместе с тем что я отметил вот эти основные две досточки под саму кормушку я отметил взял такую небольшую досточку немножечко и тоже отметил на ней два равных отрезка по 35 сантиметров из них я сделаю как раз вот эти поперечные торцовые стоящие что ли как назвали лапочки лапки с помощью которых кормушка будет стоять в том положении в котором нужно вот я приготовил две длинные досочки саму кормушку и эти две лапки теперь я эти досточки буду соединять вот так буквой в но я и буду соединять скорее всего наоборот так чтоб легче было соединить и пришью лапки а потом просто переверну и она встанет на свое положение как должна быть в рабочем состоянии вот так вот я поставил эти досочки сейчас я буду небольшими саморезами где-то 32 может быть не знаем в общем небольшими я буду прошивать сквозь эту досточку в ту досточку вот так урона к же поставлю вот так ровненько и буду прошивать по всей длине точнее сначала один край потом второй край потом серединку потом между ними потом еще между ними и вот так вот я прошу прошью эти две досочки и потом когда они уже будут прошиты я приложу вот так вот эти лапочки сюда не важно в общем какой-то стороной вот так и чтобы вот этот уголок он не торчал то есть лучше пускай вот те штучки торчат чем этот уголок что здесь она будет стоять на земле поэтому должно быть все ровно сначала все саморезы я на живу лил на одной досочке вот на этой сквозь которую я буду пришиваться к другой досточки вот и теперь уже будет легче теперь я поставлю досочки как нужно и по одному саморезе к буду прикручивать и не нужно держать саморез он уже стоит на месте вот как я и говорил сначала я буду прикручивать края вот здесь я прицепил один саморезик все она уже стоит уже легче теперь другой края сейчас прицепляю и потихоньку середину и потом уже между 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 и в итоге все она будет прикручена кормушка эти две досочки и уже потом уже лапочки если сразу этот угол будет неровный там не 90 градусов меньше больше да вообще без разницы пусть он будет больше пусть он будет меньше какая разница какой угол будет у этой кормушки самое главное что это уже будет сосуд своеобразный который будет помещаться корму и и за ним легко будет ухаживать и вы изготовление очень просто что же продолжим вот я соединил и второй край все уже досточки лежат очень ровно очень красиво самое главное это сразу же выставить этот край ровно чтобы потом не было щелки здесь с которой корм будет высыпаться ну чтобы лишний раз и этом не заделывать ничем сразу же выставили вот ровненько все с этой стороны вот тоже все ровненько отрезались эти досточки тоже хорошо ровненько ничего не подправлял сразу получилось вот все теперь серединг средний саморез уже от среднего самореза средние другие потом остальные пойдут все кормушечка прокручено есть какой-то наподобие 90 угла теперь остались лапки для того чтобы сделать лапки ровными нужно найти какую-то ровную плоскость поверхность у меня здесь нет такой возможности сейчас найду ровное место где я бы смог прикрутить эти лапки смысле ровная плоскость и горизонтальная ровная плоскость чтобы эти две лапки стояли как бы параллельно друг другу то есть я также поставлю эту кормушку поставлю лапки приключу и все потом просто перевернул лапки будут ровными параллельными друг другу ровными к плоскости горизонтальной пол решение нашлось для этого это дорога это бетонная дорога мне вот эта плоскость она более-менее ровно если есть стол конечно это лучше будет но у меня все столы и заняты ровно и нормально поэтому приходится пользоваться дорогой и вот теперь я буду приключить эти лапочки вот я поставлю одну лапку прикручу на живую вот так потом там вторую лапку и все им кормушка в принципе готова ее можно будет переворачивать и пользоваться и вот кормушка готова вот так лапки прикручены сначала вот просто лежит кормушечка да вот эти две досочки соединенные лежит я подставляю лапку сначала вкручиваю сюда верхний саморез потом крайние и нижние потом между ними то же самое с другой лапкой просто ставлю ее верхней вот угловой этот там крайне между ними все эту кормушечку можно перевернуть кормушечка стоит прекрасно и будет выполнять свою функцию кормушка готова туда просто высыпается корм сухой и все и косточки я надеюсь что будут подходить кушать все крайне мере может быть не идеально да здесь тоже бетон залит неизвестно как может быть она не идеально но она стоит она стоит тем более пол в козовнике мне тоже насыпной подстилка там уже все будет не ровно поэтому не критично если лапки тоже будут не идеально совпадать в этом деле в нашем это простите осталось только опробовать ее в деле сухой корм я храню обычно люблю хранить в каких-либо контейнерах пусть будут это бутылочки с крышками ведра пластиковые с крышками или железные неважно такими контейнерами очень удобно пользоваться как будет сработать это кормушечки насыпается форм и козочки будут кушать ну конечно его больше я насыпать буду в общем смысл в тот что они отсюда будут кушать и не мешают друг другу но есть их конечно не очень много но 4 не то козочки отсюда будут кушать я думаю конечно будут чемить друг друга но этого не избежать но так кормушка нашла свое место пока пока здесь посмотрим будут ли они ее ломать передвигать переворачивать посмотрим возможно это кормушка потом возможно потом с этой кормушкой произойдут изменения улучшения это покажет практика пока что первый вариант такой самый простой вот она стала рядом с этой кормушкой вроде бы как дружно они вписываются здесь посмотрим в практике как все это будет происходить а 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